Многие из вас уже прошли Undertale, но что если я скажу, что игру можно пройти менее чем за час? Видео создано при поддержке Амина. Всем любопытным или даже юным спидранерам привет! Сегодня я вам расскажу и покажу различные способы ускорить прохождение игры. Начиная с самых банальных, которые многие уже знают, и заканчивая действительно интересными, так сказать, решениями, упрощающие игру. Первая фишка это быстрый фарм мобов. Это очень полезный способ ускорить прохождение геноцида. Зажав всего стрелку вверх и вниз одновременно, будем наблюдать довольно веселый визуальный глич. Именно из-за этой имитации движения монстры будут в разы быстрее нападать, нежели мы будем просто бегать кругами. Вторая фишулечка это палочка. Это первое наше оружие, которое для многих быстро становится бесполезным при получении перчатки или игрушечного ножа. Но не стоит так быстро избавляться от нее. Если вы проходите нейтрал или пацифист путь, вы можете быстро пройти всех противников собак в Сноудине, просто используя ее. Но даже после этого предмет не потеряет свои ценности. Также можно пройти волшебника в ядре, эндогена в лаборатории Альфис. А еще можно ее использовать во время битвы с Метатоном. И ты получишь дополнительных 700 рейтинга, что даст быстрее победить. А перед тем, как перейти к самым необычным способам пройти игру, я немного хочу вам рассказать об Амино Андертейл. Именно там я анонсировал этот ролик еще несколько дней назад. Это лучшая социальная сеть для фэндома. Множество артов, конкурсов, истории о Андертейле, его альтернативных вселенных. Так что креативные люди там оценятся по достоинству. Но и для таких бездарей, как я, там тоже есть чем заняться. Текстовые, голосовые чаты, викторины, опросы, мемы, совместные просмотры видео, как в кинотеатрах. И просто тонны, скелетонны информации про нашу любимую игру. Заводи друзей, роль в чатах и просто общайся. Не заскучать ведь, мм? Кстати, смотрите, какого можно сделать прикольного 3D-аватара, который будет повторять все, что вы делаете перед камерой. И для этого всего лишь нужно сфотографироваться для его создания. Ссылка на Амина и мой профиль в описании. Не забудь на меня подписаться, чтобы увидеть новые анонсы. Угу. И мы продолжаем. Да. Следующая фича – это смена языка на японский. С версии 1.06 можно легко поменять язык на японский. Благодаря такой нехитрой манипуляции, размеры и длительность диалогов уменьшатся, поэтому игра будет проходиться быстрее. Но есть несколько минусов у данного способа. Первое. Если вы не знаете, где что находится наизусть, то вы не только дольше будете проходить игру, но и заработаете геморрой на свою голову. Второе. Это незначительно ускоряет прохождение игры, хотя для спидраннеров каждая секунда на счету. Так что отбрасывать данный способ не стоит. И самая читерская фишка – это панч-карта. Или ударная карта в русификаторе. И тут начинается самое интересное. Просто чтобы вы поняли, насколько это имбовый метод сократить игру. Вот вам видосик. Да, да, это просто читерская вещь, которая действительно максимально сокращает время прохождения игры. И для начала, где же ее взять? Идем в Waterfall. Там мороженщик. При покупке мороженого вы как раз получаете эту самую заветную карту. Три таких карты можно обменять на мороженое. Но мы тут не для этого. Сразу список, что же можно делать с помощью данной карты. Первое – это пропускать диалоги и сцены, которые начинаются от перемещения на область триггера. Второе – это телепорт при переходе на следующую локацию. Третье – это усиление или изменение траектории прыжка на паровой платформе. Каждый баг достигается одинаково. Инвентарь, предметы, панч-карта, зажимается стрелка направления для перемещения на микродистанцию, использовать. На словах, конечно, это все легко, но вот на практике офигеть как сложно. Надо знать зоны триггеров, по таймингу нажимать данную комбинацию, чтобы использовать. И главное – не запороть игру. И с помощью данной уловки легко застрять в текстурах при телепорте или сбить прохождение при пропуске определенных цен. Так что тут метод проб и ошибок. Чтобы в будущем понять, где стоит применять такой баг, а где нет. И еще раз вам покажу замедленно, как делается данный баг с изображением клавиш, куда нажимать в данный момент. Напиши в комментариях, если у тебя получилось. Я уверен, что у тебя все получится, дружище. А на этом хочу закончить. Возможно, я что-то упустил, о чем вы можете написать в комментариях. И также не забудьте оценить данный формат. Делать ли дальше подобные видео, понравилось ли вам. И не забудьте перейти по ссылкам в описании, чтобы начать пользоваться Амин Андертейл и подписаться на меня в этой сети. Всем удачки, ребят. Всем пока.